Здравствуйте, ребята. Вы сегодня приняли участие в таком интересном мероприятии, как шоу фигурного катания и хоккея в честь 8 марта. Почему вы решили принять участие в таком мероприятии? И ваше ощущение, поскольку все-таки хоккеистский, это вид спорта такой необычный, хоккей мужской вид спорта, а здесь девушки, как вам это такое сочетание? И понравилось вам, не понравилось это? Что насчет? Я думаю, слово Денису Минцеву предоставим сначала. Спасибо. Для нас тоже что-то новое, это сочетание. Интересный опыт попробовать все это вместе. И, конечно, все очень понравилось. Состав мы набрали спонтанно, буквально за неделю до начала этого мероприятия. И у нас за неделю получилось составить такой интересный номер. Номер какой-то очень забавный. Это номер кому? Подсвечен ради советам? Да, мы решили посвятить номер этому дворцу, командам. И решили выбрать гимн этого стадиона. Это вы сами, это такая инициатива важна была или вам кто-то посоветовал? Наш тренер, который собрал нас всех вместе, Дмитрий Савин, подсказал нам вот этот гимн и решил под него составить номер. То, что вы, там так, вопрос, я так понимаю, Маши Судановой, да? То, что вы, как бы, выступаете под экидой нашей знаменитой двукратной олимпийской чемпиона Татьяны Валсадар, это дает вам какой-то, как бы, такой, ну, импульс, как бы, на будущее достижение, может быть? Да, это дает. Это хочется так же выступать хорошо, как они. То есть, вот, вы рады, да, что, как бы, вам там многодовременно было честь, то есть, как бы, 100 до 8 согласились. Хорошо, следующее, как бы, слово мы предоставим Даше. Даша Фоке, да? У вас, по-моему, новая пара сравнительно, да, как бы. И вот, практически, ну, не сказать, что дебют, да, но такой, уже, как бы, ну, практически, как дебют такой, да, предсоревновательный, можно сказать, у вас, как бы, пара новая. Как вам, не сложно было, вот, выступать, как бы, вот, такой, суки, такой Машова, номер такой вы сделали, интересный, да? Сложно было вам, волновались? Нет, не очень. То есть, готовы быть, как бы, да? Ясно. А что скажет ваш партнер Миша Домнин? Ну, по поводу того, что мы с Дашей новой парой, мы хорошо скатаны, и сложности в исполнении каких-то элементов, ну, не возникло. Нам все понравилось, мы со всем справились и получили удовольствие от этого катания. Есть еще одна пара, тоже дебютанты, тоже, как бы, сезона, это, так понимаю, Даша Лобова и Данил Паркман. Вот, поэтому, к вам тоже вопрос, скажем так, вот, как вот вы вообще-то ощущаете, вот, как вот то, что вы в таком, как бы, сейчас эти мероприятия связаны с женским хоккеем. Для вас это первый такой раз такой, вот, когда вы увидели, вот, как вот это женский хоккей. Да, это первый раз. Я вообще не увлекаюсь хоккеем, но очень рада, что участвую в этом мероприятии. Ясно. А Данил как? Тоже, если честно, женским хоккеем не увлекаюсь, но тоже очень рад, потому что это опыт, это практика, это, как попробовать себя в чем-то новом, и это было интересно, это было, это было что-то новое. А номер вы сделали, вот, это за неделю, да? Катание, в принципе, сделалось. Нормально, как бы, да? Ну, да. По-моему, ребята, как-то я стараюсь поддержать, по-моему, как бы, это вы, и в какой-то мере у вас получился очень интересный номер, да? Ну, да. У тебя получился даже как-то номер такой, как бы, индивидантный, как бы, соло даже, так вот, по-моему. Где-то садировал, по-моему, мне показалось. Катался один, поэтому так получилось. Ну, я думаю, вопрос зададим мы сегодня тоже гостю. Кроме вас, сегодня принимал участие в брасывании, почетный гость тоже турнира, известный скелетонист, участник трех чемпионатов мира, кадет в олимпийскую сборную 2018, Павел Куликов. Павел, вот, кратко, вот, как вы, как бы, вот, оцените вот такое мероприятие, как сегодня? Это, по-моему, единство, таки, женского фигурного катания. Вопрос такой, видели бы в дубу раньше фигурное катание или нет? Или вы первый раз на фигурном катании? Конечно, видел вживую, но это было уже очень давно. Сейчас в связи с такой карьерой спортивной очень тяжело вырываться на такие мероприятия. Я очень благодарен организаторам, что позвали. Захватывающе. Как вам понравилось все ребят, которые... Замечательно, мне очень понравилось. Композиция крутая, оригинальная, там, и прыжки, и все, это очень круто было. Ну, и как вам было бросовать? Сложно было вам бросать в дубу? Впервые это в моей жизни было, поэтому я немного растерян, как-то к этому подошел, но мне понравилось. Еще раз хочу поздравить милых дам с прошедшим 8 марта. И я считаю, что спорт это круто. В любом проявлении люди должны меньше сидеть дома, больше общаться, играть в хоккей, заниматься любыми видами спорта. Ясно. Еще раз всем большое спасибо. Дамы, как бы, поздравляем двух даш и марш, поздравляем с праздником 8 марта, поскольку прошел. Я считаю, что 8 марта спортивный год должен быть правильно, в принципе. Поэтому спасибо вам большое, что приняли участие в таком мероприятии. И удачи вам, и чтобы у вас будущий сезон был успешным. И я думаю, что все у вас получится. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо большое.